Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 49-й главе книги пророка Иеремии. В 49-й главе помещается еще одна часть пророчеств Иеремии об окрестных народах. И, может быть, на фоне предыдущей главы, посвященной другим народам, и следующей, обращенной к Вавилону, здесь в 49-й главе, конечно, очень бросается в глаза некоторая, если хотите, стандартность. То, как устроены эти пророчества, то какие выражения выбирает пророк, о чем, собственно, идет разговор. То есть, такое буквально впечатление создается, что Господь обращается к пророку и говорит, вот посмотри на этот народ, скажи о нем. И пророк подбирает некоторое количество практически стереотипных выражений, стереотипных фраз, которые из пророчества в пророчество кочуют, повторяясь, до некоторой степени создавая такой поэтический характер разговора. Начинается 49-я глава с пророчества о Аммоне, о сынах Аммоновых. И вот Господь обличает аммонитян в том, что они завладели некоторыми землями, жилищами, территориями Израиля. И дальше Господь говорит о том, что вот теперь приходят дни, когда будет наоборот, когда, как мы бы с вами сказали, отольются кошки мышц не на слезки. Когда, а теперь вот Израиль овладеет теми, которые владели, им говорит Господь. Там действительно речь идет о попытках примерно равновеликих государств и народов владеть друг другом, направлять, манипулировать политикой и до некоторой степени манипулировать экономикой. Ну вот, собственно, откровение от Бога заключается в том, что попытка аммонитян восторжествовать над Израилем ничем хорошим не кончится, а наоборот кончится разрушением, кончится пленом. И вот я наведу на тебя ужас. Господь обращается к аммонитянам, к дочери аммона, говоря, что ты хвалишься, надеющиеся на сокровища твои. Вот таким образом речь идет именно о том, что люди надеются на какие-то свои запасы и накопления, силы, которые они собрали, и смогут там отбиться. Еще не забывайте, что речь ведь идет о времени, когда как наводнение с севера и с северо-востока идет вавилонское нашествие, постепенно приближать. Ну и вот Господь говорит, что вы делали, то будет сделано и с вами. Вы завладели гадом, овладеет Израиль теми, которые владели им. Но, говорит Господь, после того я возвращу плен сыновей аммоновых. Это важный момент, потому что речь идет о народах, к которым жесткие такие слова, прямо буквально проклятия, обращены, истреблю и тому подобные слова, говорит Господь. Но в конце добавляет, но все-таки возвращу плен сынов аммоновых. Речь идет о том, что аммонитяне тоже будут угнаны в плен, и их тоже Господь возвратит на место свое. Для израильтян, читателей и слушателей этой проповеди это был важный и в каком-то смысле далеко не очевидный момент, то, что Бог собирается возвращать плен сынов аммоновых. Когда Господь говорит, возвращу плен сынов Израиля, все довольны, потому что, ну, конечно, это же мы, народ богоносец, такие прям прекрасные, разве можно наш плен не возвратить? А всякое подчеркивание того, что другие народы тоже Богу важны, нужны, это всегда для пророков, вернее, для слушателей пророков, сообщение шокирующее. Дальше Господь говорит о Едоме и о том, что вот я наведу на него погибель, время посещения моего. И добавляют, что если бы в винограднике были сборщики винограда, они бы все-таки несколько гроздьев наверняка оставили бы. Если бы воры пришли воровать ночью, они похитили бы столько, сколько им нужно, что-то осталось бы. А я до нога оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Таким образом, Господь говорит о том, что вот полностью, до конца будет покаран Исав, будет покаран Иедомитяне за свои прегрешения. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его. Ну, вообще-то, на самом деле, ведь жуткие слова. Жуткие, потому что произнести что-нибудь подобное не Иеремия 25 веков назад, а наш современник сегодня, ну, не миновать бы ему загреметь за экстремизм и разжигание, потому что, ну, вот, истреблено будет племя его и братья его. Что за призывы к уничтожению, вообще к геноциду? И надо сказать, что это далеко не самое трудное в этом отношении место Ветхого Завета, надо признать. И создается впечатление, что вот действительно Бог вот таким образом относится в данном случае к ядомитянам. И что Бог таким образом экстремист и человек-убийца. А на самом деле нет. На самом деле как раз то, о чем говорится в 10 стихе, о том, что вот там, значит, открою потаенные места, его истреблено будет племя его. Это в общем ряду судеб всех народов Ближнего Востока, обо всех Господь говорит вот такого рода вещи. Это действительно стандартная такая поэтическая, поэтический прием на время Вавилонского завоевания. Но есть нечто другое, другое, чего невозможно было бы по аналогии никаким образом получить. Вот в 11 стихе он говорит «Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня». Вот Господь предлагает людям в данном случае положиться на то, что он поддержит жизнь их. И важно, что об этом говорит Господь израильтянам, которые тоже, в общем, в таком же положении. Вот я поддержу жизнь их. Что же касается тех страданий, которые выпадают на долю и дометян, Господь говорит, «И те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее, и ты ли останешься ненаказанным?» Тоже современному читателю читать это неприятно, потому что мы не готовы согласиться с этим. Но вот нравится нам это или нет, в истории так бывает, наверное, постоянно, можно действительно практически всегда, что те, кого Господь использует для очищения для людей, для вмешательства в человеческую историю, для того, чтобы изменить ее ход, сами оказываются инструментами далеко не совершенными. И поэтому даже те, которым не суждено пить эту чашу, непременно будут пить ее. Вот как волна наводнения заливает все, как нож жнеца срезает все. Вот так и пророк говорит от лица Господня, что вот эта кара Господня охватывает всех людей, ну, в общем, по большому счету, независимо от того, что эти люди из себя представляют. И в этом именно ну, некоторая глубокая несправедливость с нашей, по крайней мере, с человеческой точки зрения. Понимаете? Но действительно Господь ведь не имеет дела с толпами, поэтому, поэтому, когда всех под одну гребенку, нам это кажется несправедливым, поэтому так важно, что он говорит, что я позабочусь о сиротах, я позабочусь о вдовах, и вместе с тем, вот все-таки эта кара Господня в виде Вавилонского нашествия, она остается неизбежной. Говоря о Едоме, еще Господь обращает внимание вот на какой важный тоже аспект. Дело в том, что едомитяне, как и некоторые другие народы, очень гордились своей силой, своим положением, грозное положение твое, и надменность сердца твоего обольстили тебя, и поэтому Господь говорит, даже если ты как орел взлетишь на вершину, оттуда неизринут тебя. В конце концов, ну, где теперь тот Эдом, и речь идет о таких сюжетных поворотах очень древней истории, но тем не менее, любому народу, прямо буквально любому, важно услышать эти слова, надменность сердца твоего обольстила тебя, и если ты как орел высоко свил бы гнездо твое, и оттуда не зри на тебя. Великая у человеков срам перед Господом. Вот ничтожность человеческой гордыни, когда мы изображаем из себя что-то великое, ну, это такой момент, о котором необходимо помнить, прямо вот буквально напоминать себе, как только хочешь чем-то похвалиться, как только хочешь чем-то похвалиться, и оттуда не зри на тебя. Это обязательно нужно и каждому человеку, и человеческим общностям тоже. И вот поэтому дальше Господь говорит, и будет и дом ужасом, всякий проходящий мимо изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И вот это выражение мы обнаружим еще в целом ряде пророчеств, последний глав Иеремии, всякий проходящий мимо изумится и посвищет, и скажет, надо же, что здесь было, и как от этого ничего не осталось. Вот такой вот взгляд изумленный, удивленный тем, что человеческое величество, величие такое громкое и пышное, ничего, вообще ничего после себя не оставляет изумиться и посвищет. И еще одно, тоже идиоматическое, в сущности, стандартное для этих глав выражение, здесь же Господь говорит, ни один человек там не будет жить, и сын человеческий не остановится в нем. Запустение будет в землях и в городах и дома, ни один человек не будет там жить, и сын человеческий не остановится в нем. Ну, строго говоря, конечно, со временем-то все равно и эти земли тоже были заселены, но первое время Вавилонского завоевания действительно так это было, и вот человек не будет жить, сын человеческий не остановится в нем, просто потому, что все здесь рухнуло и нет здесь живых людей. Обратите внимание, здесь очень хорошо видно, как поэтические тексты на библейском языке, на древнееврейском, да и на других древневосточных языках пользуются синонимами, потому, что очевидно, здесь человек и сын человеческий совершеннейшие синонимы, которые обозначают одно и то же человек не будет жить, сын человеческий не остановится в нем. Это не что-то разное, одно называют одним словом, другое другим. Наоборот, в принципах этой поэтики одно и то же явление принято называть несколькими похожими словами. Можно было бы, в общем, и не обращать на это внимание, просто это выражение «сын человеческий», потом через пророка Даниила, конечно, перейдет в Новый Завет, и Господь наш Иисус Христос будет главным образом именно так о себе и говорить, как о Сыне человеческом. Но вот там, где это выражение берет начало, вероятно, в эпоху Еремии, оно не означает ничего другого, кроме как человек. А последующие эпохи нагружают это выражение еще некоторыми дополнительными смыслами. Теперь об Идумеинах, о жителях Идома говорится так же, как и о других. Я заставлю их поспешно уйти, ибо кто подобен мне, и какой пастырь противостанет мне, от шума падений потрясется земля. речь идет не только об Идумеинах в целом, но и о пастырях, начальниках, священниках и так далее Эдома. Ну и в сущности, конечно, здесь отлично видно, что это параллель с тем, что происходит с Израилем. Одна из, может быть, важнейших задач этого перечисления пророчеств об окрестных народах, чтобы израильтяне увидели, что в общем примерно одно и то же происходит со всеми, и это в каком-то смысле работает механически, а вот не механически, не автоматически, не предопределено, это то, что Господь милует, то, что Господь милует. И вот в конце этого отрывка говорится о том, что вот как Орел день гнева Господня пролетит над вассором, и сердце храбрых и думеен будет тот день, как сердце женщины в родах. Ну, не знаю, чем уж ему там не угодили женщины, но вот в ту эпоху так принято говорить. не то, чтобы эта эпоха не знала женщин, у которых сердце кремень, который мужчин, 10 человек за пояс заткнул, знала, конечно, и пророчицы, и воительницы, и немало масштабных личностей женщин знала это время и эта культура. Сказать, чтобы прямо все они были какие-то такие, как пластилин и якотает воск от лица огня, нет, конечно, но это поэтический прием, который надо употребить. Может быть, просто еще другого не придумали, поэтому, когда нужно обозначить, что воины перестанут быть мужчинами, а станут тряпками, ну, вот, принято это изобразить, обозначить вот такими словами, что сердца будет, как сердце женщины в родах. Не надо из этого выводить излишне далеко идущие выводы, я бы так сказал. Это не значит, что у женщин в ту эпоху не бывает там силы духа стойкости или твердости. Нет, конечно. И, кстати, не надо выводить из этого какого-то такого уж прямо большого мужского шовинизма. Тоже особенно нет. Ну, вот, особенности диаматического языка. Дальше, в следующей части, короткое пророчество о Дамаске и о дамасских царях и народе Сирии. Опять. Боли муки схватили его, как женщину в родах, а Рабел Дамаск обратился в бегство. Как не уцелел город славы, все воины погибнут в тот день. Снова, как и израильтяне, погибнут в тот день. Этот день посещения приходит и на Дамаск. Еще одно царство. Выступайте, вставайте, выступайте против Кедара, опустошайте сыновей Востока. И к жителям Кедара говорят, уходите скорее, спрячьтесь, спрячьтесь в пропасти, потому что Новохудоносор, царь Вавилонский, сделал решение о вас. Ну вот, принял решение наступать. И об этом наступлении Господь, обращаясь как будто бы к Вавилонинам, говорит, вставайте, выступайте против народа мирного, вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно. Но ведь вроде как должно как-то иначе быть. Они там мирные, не куют себе оружия, живут беспечно, двери без замков, живут поодиночке. Вот такое странное племя, которое явно не озабочено участием в войнах и военных приготовлениях, вот в каких-то военно-политических союзах и не собирают ополчений, армий, не копят огромных складов оружия и так далее. Верблюды их отданы будут в добычу, рассею их по всем ветрам. Почему? В чем дело? Казалось бы, наоборот, вот так и должны поступать люди, устраняясь от всех этих военно-политических ужасов и мерзостей, но со всех сторон наведу на них гибель, потому что, наверное, потому что ты не можешь жить в этом мире, абстрагировавшись от реальности, в каком-то выдуманном романтическом мире. Это, кстати говоря, очень распространенная вещь, даже и в такие страшные времена, во времена сытные и менее страшные, вроде наших, это распространяется еще больше, но оказывается, вот не видеть, закрываться от всего вокруг происходящего тоже не стратегия правды, и это важно увидеть в пророчестве об Ассоре и Кидаре. И снова Господь говорит, человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем, и эти земли тоже будут пустыней. И, наконец, в самом конце главы речь еще заходит о Еламе, царстве, которое располагается несколько поодаль, к северу от Святой Земли, и Господь говорит, вот я сокрушу лук Элама, главную силу их, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные Эламиты. Опять, прямо все как с иудеями происходит. Изгнанные, лук сокрушен, во всех народах они присутствуют, наведу на них бедствия, гнев мой и поставлю в престол мой в Эламе. То, что происходит с Израилем, происходит со всеми народами, со всеми, одинаково, с точностью до деталей. Это важно осознать тем в Израиле, кто слушает в этот момент Иеремию. Иеремия же не вещает это по телевидению обсуждаемых народов, он произносит это вслух тех иудеев, которые слушают его в данном случае. И еще вдобавок говорится, но в последние дни возвращу плен Элама. Возвращу плен Элама. Оказывается, Господь к пленным изгнанным народам, не только к Эламу, но и к другим упоминавшимся здесь, и к ОМОНу в частности, относится вот так, возвращу плен, возвращу их обратно, этих людей, чтобы они жили там, где они жили. И соответственно, ожидает пророк, что израильтяне тоже подумают об этом и будут уповать на то, что и Израиль тоже Господь вернет на место свое. Редактор Корректор Продолжение следует...